напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать итак поехали правда что генералиссиму сталин был не пригоден к военной службе у сталина был врожденный дефект сросшиеся пальцы левой ноги а в 12 лет его сбил автомобиль сильный перелом левой руки сроси неправильная конечность перестала разгибаться до конца в связи с такой травмой юный джугашвили оказался непригодным к военной службе правда что в комсомол принимали до самой пенсии вступить в ряды всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи можно было с 14 до 28 лет после этого гражданин уже мог вступить в ряды коммунистической партии правда что отрывные календари придумали в ссср первый отрывной календарь появился задолго до образования ссср еще в 1886 году книга издатель сытин задумал создать дешевый календарь который будет доступен всем так и появился первый отрывной календарь который был сразу распродан семимиллионным тиражом уже тогда на страницах печатали полезные советы биографии басней прочую информацию с целью просвещения населения правда что докторскую колбасу разработали специально к приезду делегации из сша в 30-х годах подавляющее большинство людей было ослаблено вследствие гражданской войны и голода чтобы восстановить здоровье граждан сталин приказал изготовить специальную колбасу которую назвали докторской правда что в ссср были специальные магазины для новобрачных когда советский жених и невеста подавали заявление в загс им вручали приглашение на посещение салона магазина для новобрачных где можно было найти качественные дефицитные товары отечественного и иностранного производства приглашение было действительно на протяжении месяца к нему прилагались талоны дававшие право сделать по одной покупке в каждом отделе правда что лагерь артек назывался в честь сталин а в 1930 годы артек носил имя своего основателя соловьева затем указом президиума верховного совета ссср пионерскому лагерю было присвоено имя молотова курировавшего его в 1957 году накануне 40 годовщины октябрьской революции артеку было присвоено имя ленина правда что у ленина и крупской было двое детей у владимира ильича ленина и надежды константиновной крупской не было детей однако вождю революции приписывают множество романов и соответственно несколько внебрачных отпрысков хотя некоторые историки настаивают на том что у ленина вообще не могло быть детей по медицинским причинам правда что брежнев был официально женат два раза леонид ильич брежнев был женат всего один раз будучи студентом он познакомился с викторией петровной денисовой и сочетался с ней узами брака в 1928 году супруга брежнева никогда не проявляла особого интереса к политике она следила за гардеробом мужа и кормила его вкусной домашней едой правда что за время существования ссср в 25 городах было открыто метро до распада ссср в 1991 году стал екатеринбург это был 13 советский метрополитен с девятью станциями на правда что выпуск в ссср некачественной продукции считался уголовным преступлением в начале 30-х годов из-за выпуска некачественные бракованной продукции экономика ссср теряла сотни миллионов рублей поскольку производители бракоделы были глухи к убеждениям и доводам были введены более жесткие меры так в 1940 году выпуск недоброкачественной продукции и нарушение гостов были признаны вредительством за такое преступление директор главный инженер и начальник отдела атыка могли угодить в тюрьму на срок от пяти до восьми лет правда что группа бониям приехала в ссср по приказу брежнева однажды личный водитель брежнева включил в автомобиле кассету бониям леонид ильич будучи ценителем музыки по достоинству оценил зажигательные ритмы он отдал личное распоряжение министру внутренних дел николаю щелокову привести группу на гастроли в ссср так 7 декабря 1978 года самолет с бониям на борту приземлился в аэропорту шереметьево правда что ссср до 1950 года был безъядерной державой 29 августа 1949 года на семипалатинском полигоне были проведены успешные испытания первой советской атомной бомбы rds-1 таким образом ссср стал ядерной державой разрушив ядерную монополию сша правда что зеркала в ссср вешали высокой под углом чтобы случайно не разбить его привычка располагать зеркало под потолком пришла из царской россии в то время зеркало стоило дорого и относились к нему очень бережно чтобы исключить порчу зеркала его располагали максимально высоко в ссср же зеркала начали производить в промышленном масштабе и цена на них сильно снизилась тем не менее люди продолжали вешать их под углом правда уже по привычке и для полного обзора правда что ссср отдал польше после второй мировой войны часть своей территории в августе 1945 года ссср и польши подписали договор о государственных границах по договору польскому государству отдали перемышль в 1948 году советское руководство уступило польше четыре населенных пункта в подоле и такое же количество в галиции и в 1951 году польше отдали советские территории площадью более 400 тысяч квадратных километров люблинского воеводства правда что в 1941 году немецкие бомбардировщики полностью разбомбили город минск но был запрет бомбить минский пивзавод с началом войны в минске за шестидневный период бомбежек была разрушена треть постройка а вот одно здание осталось нетронутым и это не было случайностью на всех без исключения картах у немцев она была отмечена красным квадратом что означало запрет на бомбежку под запретом бомбежки у немцев был минский пивоваренный старый завод на котором они наладили производство пива правда что ссср не смог наладить производство чипсов до 1989 года и их завозили из-за границы советский аналог западным чипсом в своем первом варианте носил название хрустящий картофель московский и начало их производства началось в 1963 году выпускала его государственное предприятие и соблюдение госта было неукоснительным поэтому химических добавок в нем не наблюдалось а те кто пробовал этот продукт говорят что в отличие от современных советские чипсы действительно имели вкус картофеля они бесконечных усилителей правда что в ссср выпускали холодильники с замками холодильники времен ссср делались на века были конструкции с замками самыми что ни на есть настоящими очень даже интересное решение для тех кто хочет похудеть но дело было совсем в другом одной из причин являлась жизнь в коммуналках в 50 60-х годах двадцатого века в таких квартирах проживали по несколько семей холодильник замком был своеобразной гарантией того что продукты одной семьи не будут съедены другой правда что советские солдаты в афганистане в 1979 1988 годах носили самодельные лифчики солдаты в афганистане быстро поняли что необходимо иметь при себе как можно больший боекомплект для этого солдаты начали изготавливать себе сами так называемые лифчики это был фактически рюкзак но размещенный спереди на груди подсумок крепился к шее и плечам ремнями власти раскачивались целых девять лет пока не поставили на поток этот вид обмундирования под названиями пояс а и пояс b правда что кроме атомных бомб в ссср выпускали испытывали еще атомные пули в ссср было разработано оружие и пули на основе применения элемента калифорния восьми граммам этого вещества придавали вид гантельки две части с тоненькой перемычкой небольшой заряд взрывчатки при выстреле аккуратно сминал гантельку в шарик от чего начиналась ядерная реакция один прицельный выстрел и танк превращался в расплавленную лужу с буквально испарившимся экипажем несколько попаданий и нет небоскреба с фундаментом а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа правда что советский сверхзвуковой самолет ту-144 был продан в музей во франции за 1 евро в ссср Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Напишите в комментариях ваш вариант ответа. Правда, что советский Ту-144 был продан в музей за 1 евро? Надеемся, что вам понравилось. Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику. Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест.